Привет, друзья! Я сегодня решил немного отойти от главной темы моего журнала и рассказать в этом выпуске о моём летнем речном круизе на остров Валаам из Москвы на теплоходе Константин Симонов. Мой отдых прошёл великолепно, но вот только, эх, ну вот опять погода подвела, понимаете ли. Правда, когда теплоход на обратном пути причалил к Санкт-Петербургу, небо подарило солнышко. И побывал я там, в Кронштадте, в Александроневской лавре и ещё в музее Мариинского театра. И честно скажу, был я в этих местах впервые. Ну так вот, давайте начнём, пожалуй, с карты маршрута. Как видите, теплоход отправляется с речного вокзала из Москвы, идёт по каналу имени Москвы, затем по Волге до Углича. Кстати, чем знаменит Углич с исторической точки зрения? Ну, во-первых, этот город древний. Там сохранились палаты, княжеские палаты 15 века, и такой древней постройки больше нигде нет. А в этих палатах жил царевич Дмитрий. Кто такой убиенный царевич Дмитрий? Ну, пожалуй, изучайте историю, что ли. И на месте его убийства был построен храм на крови. Этот храм хорошо просматривается прямо с теплоходной стоянки. Ну вот, а затем теплоход идёт по Рыбинскому водохранилищу, и берегов уже не видно. Это как в море. Затем по реке Шексна через Белое озеро и попадает в Онежское озеро. И опять берегов не было видно. Ну, а погода-то была плохая, штормила и в моих двух иллюминаторах, а у меня каюта была именно такая, у ватерлинии. Был настоящий шторм. В ту ночь я просто не мог заснуть. Теплоход качало со страшной силой. Но смена домашнего уюта на речное путешествие, вот этот глоток воздуха романтики, адреналин, это крайне необходимо, скажу я вам. Это создаёт некий, если так можно выразиться, катарсис, состояние артиста на сцене перед огромным залом в тот момент, когда вы, ну, как бы одержали победу. Ну, так вот. Дошли мы до острова Кижи, пришвартовались, погода наладилась, стало тепло, солнечно. На берегу около меня оказались несколько итальянцев, и я им потихоньку напел «О, соли мио!» Боже мой, как они подхватили эту песню и громко-громко спели припев этой песни. «Браво!» — кричали все. Все радовались по-настоящему. То ли наладившейся погоде, то ли вот этой песне. А вот здесь на фото я с этими ребятами. Что такое остров Кижи? Вообще-то остров в Монежском озере, а Онежское озеро — самое большое озеро в Европе. Так вот, островов там более 1650. С древних времён там были угрофинские племена. Вообще-то это Карелия. И Кижи — это вепское слово, означающее место для игр, праздников. В XIV веке это место было куплено московским князем Иваном Калитой, но затем перешло к владениям Великого Новгорода. К началу XVI века на Кижах уже было более ста деревень и стояло 12 храмов и церквей. А ещё через сто лет здесь были найдены залежи медной и железной руды. Главной достопримечательностью острова стала церковь преображения Господня. Одна была построена ещё при Петре I в 1714 году. А самая древняя церковь, которая сохранилась до наших дней, это церковь воскрешения Лазаря. Церковь эту построили там, где жил и умер монах Лазарь в 1391 году. Ну а поскольку путешествие моё длилось около двух недель, а на моём пути были ещё куда более интересные места, то давайте я об этом расскажу в своих дальнейших передачах. Поэтому подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, чтобы он извещал вас о моих новых фильмах. Делитесь в соцсетях. Увидимся, друзья, увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok